Добрый день, это программа «Свероспорт» и микрофон Авера Власова. 18 мая в очередной раз проводится всероссийская акция на работу на велосипеде. О том, насколько Киров готов участвовать в подобного рода мероприятиях и о развитии велосипедного движения в целом, говорим сегодня с президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области Григорием Долгих. Здравствуйте, Григорий. Добрый день. Итак, 18 мая, в эту пятницу, в который же раз проводится эта акция в Кирове? Так, если не что, то четвертый или пятый раз. Четвертый или пятый раз. Да, то есть я проводил два раза в год, весной и осенью. То есть изначально проводилось, это было просто один день. Сейчас, кстати, это не просто пятница, сейчас делают неделю. То есть даже две недели, наверное, точно касается. Вот, в чём суть акции? В том, чтобы хотя бы на этот период времени, пускай даже это будет один день, а лучше, будет неделя, лучше, вообще это будет постоянно, люди пересаживались в автомобиле на велосипед. То есть, ну, во-первых, это разгружает очень сильный поток автомобиля, ну, и, во-вторых, это приятно, солнышко светит уже, на годы хорошие. Чтобы почувствовали альтернативу, которая есть общественному транспорту. Конечно, конечно, да. То есть это не просто альтернатива, это реально даже, можно сказать, замена этому. Потому что сидеть в железной коробке в такой хорошей погоде, дышать выходными газами или толкаться в автобусе, когда можно просто сесть на велосипед. И, в общем, быстро, комфортно доехать до своей работы. И это куча плюсов и минусов я не вижу ни одного. Причем сейчас еще растущие цены на бензин в значительной мере скажутся. Да, да. То есть есть куча картинок в интернете, как велосипедист даже наносит ряд экономики тем, что он не использует, скажем так, бензин, он реже болеет, лучше себя чувствует. Там куча-куча плюсов, я не знаю. Из минусов может быть только то, что люди пока к этому не привыкли, и то, что у нас нет хорошей инфраструктуры, для того, чтобы можно было комфортно и быстро доехать до работы. Все, у нас есть кое-где бордюры, не все выйти на, скажем так, как... Ко-где на дорогах еще ямы, как раз там, где хочется проехать. Ямы вроде бы ремонтируют нас потихоньку, да. Это больше относится именно к самому автомобильному движению. То есть у нас сейчас пока автомобильцы еще не адаптировались, что велосипедисты проснулись и выехали на дороге. Но, тем не менее, я езжу каждый день на велосипеде, и велосипедистов каждый день все больше и больше. Что не может не радовать. А если по количеству участников этой акции смотреть за 4 или 5 лет, как Вы сказали, наверняка можно предположить, что есть рост участников? Ну, рост есть, но, видите, там же нужно регистрироваться на сайте. То есть специально сделали регистрацию, чтобы понять, как идет динамика. То есть раньше регистрации не было, поэтому... Или бы не регистрировался никто. Посмотрим в этом году. То есть вот даже позавчера приходили ребята к нам в прокат и брали велосипеды именно, чтобы сфотографироваться для акции на работе на велосипеде, посмотреть, поедут, не поедут. На самом деле на работу ездят очень много на велосипедах. То есть даже сравните этот же завод Лепси или завод Элитек, сколько-то велосипедов попаркованного, проходных. Вот очень много ездит студентов на велосипедах. Да, да. И на этом же сайте акции на работу на велосипеде указано огромное количество компаний, корпораций, предприятий, которые чуть ли не больше тысячи человек на некоторых компаниях ездят на велосипедах. Вот именно, в частности, для этой акции. Это очень приятно. А как наши кирсские компании помимо Лепси, Витека поддерживают? Еще на Як ездят, там тоже замечательная парковка, много ездят. Ну, честно говоря, я не общался пока с руководителем предприятий по этому вопросу. Ну, многие, скажем так, руководители предприятий тоже начинают пересаживаться на велосипеды. То есть в чем и заключается рост вообще популярности велосипеда именно для использования езды на работу. То есть в том, что раньше это не было, скажем так, раньше это было как-то непрестижно сесть на велосипед, приехать на работу. Тем более, если ты еще руководитель какой-то серьезной компании, типа, что ты на велосипеде приехал как-то тут, ну, не солидно. А с людьми все равно пока что, к сожалению, привыкли к автомобилю. А за счет роста общей популярности велосипеда и велосипедного спорта, здорового опыта жизни, очень многие руководители, повторюсь, стали пересаживаться на велосипеды. И на фоне них их работники, соответственно, тоже стали пересаживаться на велосипеды. То есть тут очень важный пример, который подают руководители своих предприятий своим работникам. И опять же условия для того, чтобы хранить эти велосипеды. Вот через заводы, которые перечислили, у них хотя бы есть какие-то парковки. То есть мы проводили несколько лет назад акцию по установке белых парковок по городу. Да, да, да. Как раз для того, чтобы люди могли приехать, ну, не только на работу, то есть на работу, в больницу, в торговый центр и поставить велосипед на правильной безопасной парковке. И для того, чтобы у нас был рост, именно популяризация велосипеда для езды на работу, надо, чтобы руководители предприятий задумывались о том, где будут храниться велосипеды и их сотрудники. Ну и вообще надо отметить, что понятие корпоративной культуры, корпоративного спорта очень популярно сейчас, что показывали на Амельские холмы, к примеру, полумарафон беговой, недавно прошедшей, когда очень много команды зарегистрировались. Поэтому я думаю, что стоит и организациям обратить внимание именно на досуг, на то, как их сотрудники добираются до работы. Потому что это же, как Вы правильно сказали, улучшение качества жизни, это лучше здоровье. То есть сотрудники меньше будут ходить на больничные, да будут активнее работать. Это очень здорово. Ну, это повышение, даже просто настроение с утра. То есть человек приходит на работу, есть такой сонный, вялый, либо он дыхал, прокатился несколько минут на велосипеде, да, понимал хорошее настроение, подышал воздухом, приехал, он готов к работе. То есть он даже как работник становится более, скажем так, качественный. Эффективный. Эффективный, да, верно. А если говорить о передвижении на велосипеде, как о некотором виде спорта, да, любительский спорт, все-таки это вид спорта, правильно я понимаю? Ну, видите, мы неоднократно эту тему затрагивали, то, что велосипед, он пронизывает полностью, скажем так, все пласты общества, соответственно, как... И все возрасты. Да, и все возрасты. То есть как попадают люди в любительский профессиональный спорт, как правило. Это просто человек, который купил велосипед для того, чтобы ездить куда-то. То есть либо просто кататься летом, либо это поездки на работу, либо там еще, не знаю, еще что-то. И постепенно это затягивает. То есть начинает кататься больше, больше, больше. После этого понимает, что он хотел попробовать себя в каких-то соревнованиях. И как раз для этого мы проводим любительский велосипедный гонок. То есть в эти выходные, в Порошино... 20 мая? 19. 19. 19 мая у нас проедет гонка, так называется, для каждого. То есть там очень простой круг. Ну, для кировчан они знакомы. С пешим и лыжным кругом в Порошино там есть 1, 3 и 5 километров. Вот. И в зависимости от возраста и подготовки будут разные дистанции. Но и небольшие, и несложные. То есть там для кого-то это дадите один круг по 1 километру. Там для подростков это 3-километровый круг. То есть для уже взрослых ребят это там несколько кругов по 5-километровому кругу. Именно это любительская велосипедная гонка для того, чтобы можно было по простой трассе попробовать себя в велосипедном спорте. Возрастные ограничения, условия участия? Ну, ограничений нет. То есть пускай даже это будет уже беговел. На нем тоже можно будет проехать свой маленький круг маленьким участником. Вот. До приколного возраста. То есть там ничего сложного в трассе нет. То есть там нет никаких-то там специальных серьезных препятствий. Там просто хорошая, комфортная дорожка по лесу. Можно приехать, подышать чистым воздухом, приобщиться к велосипедному спорту. Как зарегистрироваться, как принять участие? Зарегистрироваться у нас на сайте есть заявка. Это fvs43.ru. Либо приехать уже к месту регистрации к 8-ми часам. То есть можно прямо там уже, да? Можно прямо там, да. Но из условий обязательно мы требуем справку от терапевта, что человек... Допустим. Да, что он допущен на крыло занятия спортом, участие в соревнованиях. Но, наверное, экипировка требуется? Шлем? Шлем. Самое важное это шлем. Ну, наколенники, налокотники, там все остальное тоже по желанию. Там, в принципе, ничего страшного в лесу такого нет. Там песочек. Но шлем это обязательно атрибут участия в соревнованиях. Ну, исправный велосипед, естественно. Да, а если не ошибаюсь, на следующий день, 20 мая, пройдет еще одна гонка. Да, все верно. На следующий день от Виталийной Польши у нас проходит ежегодная традиционная групповая шоссейная гонка. В этом году она на председжент. Что она из себя представляет? То есть это уже спортсмены все-таки. Но, тем не менее, если у вас есть именно шоссейный велосипед, вы тоже можете принять участие. Групповая гонка, это люди едут, у них массовый старт, то есть стартуют они все вместе, независимо от того, сколько бы участников их не было. Ну, там именно с чипами тоже, да, что необязательно стоять впереди, чтобы... Да, 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 то есть тут, видите, дистанция уже довольно-таки большая, 42 километра, поэтому нужно уметь разложить свои силы на всю дистанцию. То есть кто-то движется в хвосте, кто-то пытается сразу вырваться вперед. Вот это именно такая тактическая еще игра. То есть не только нужно быть физически подготовленным, нужно еще продумать стратегию на гонку. Тем более, там такие у нас холмы, подъемы, гонки. Да, то есть гонка проходит традиционно по Октябрьскому проспекту, это круг от Танка до Сельхозской академии с финиша на театральной площади. Мы ожидаем порядка 30-40 участников, очень надеемся, что все-таки к нам начнут приезжать ребята из соседних регионов. А приезжают все-таки? Ну, периодически приезжает Пермь, иногда приезжает Сыктывкар. У нас по сравнению с соседними регионами по этой гонке очень хороший уровень организации, потому что редко где можно встретить, что для велосипедной гонки перекрывается полностью движение. на центральной улице. И очень хорошие призы, то есть там призовой фонд порядка 50-60 тысяч рублей. Неплохо. Ну, вот я слышала, что на триатлон точно приезжают. На триатлон, да. Но на триатлон, видите, там статус гонки, то есть там все-таки это этапы Курка России, чемпионат России, поэтому, скажем так, на эти старты приезжают спортсмены из, не то, что из других регионов, но со всей страны. Мы же пока боремся за статус гонки, то есть мы хотим получить хотя бы статус начала всей российской соревнований, и это привлечет нам дополнительных участников. Но может быть в дальнейшем мы какой-то этап для себя выберем чемпионат России. Я слышала, что в беговом движении есть определенный календарь, и есть такой принцип, как спортивный туризм, когда работая всю неделю бегун-любитель. Самый простой человек, офисный сотрудник, к примеру, может посмотреть, что в ближайшие выходные, допустим, в этом городе проводится какое-то мероприятие, беговой марафон, полумарафон, и потом еще какие-то эстафеты, к примеру. И он может решить, куда он поедет. Есть ли в велосипедном спорте, в любительском спорте такое направление? Ну, давайте сначала разберем, что такое любительский и воспитательный спорт. Давайте. Давайте. То есть вообще профессиональный спорт – это не то, что градация по уровню подготовки. Это просто люди, которые уже занимаются спортом ради денег. То есть человек, который строит... И им важен призовой фонд. Да, да. Он строит свою профессиональную карьеру для того, чтобы получать очки, скажем так, получать спонсоров, заключать дополнительные контракты. Вот. И для него приостепенно статус гонки и призовые фонды. А любительский спорт – это, по сути, весь спорт, который у нас есть в России, потому что профессиональный спорт у нас очень мало и практически... Но он закрыт для старших спортсменов. Ну, то, что он закрыт, просто у нас реально очень мало. То есть у нас все гонки, даже вплоть до чемпионата России, они считаются любительскими. Потому что там выступают спортсмены уже с определенными званиями. Но, тем не менее, это не считается профессиональным спортом, потому что там может выступить любой человек, у которого есть, опять же, допуск от врача и соответствующие кипровки велосипеда. Но износы там, вернее, нужно платить. Износы? Ну, и да, и нет. То есть у нас износы, на самом деле, в велосипедном спорте пока не очень большие. То есть у нас гонка в Киевской области в среднем 300-500 рублей. Чемпионат России это там, ну, 1,5-2 тысячи рублей. То есть там нет никаких колоссальных взносов, что надо платить 10-15 тысяч для того, чтобы участвовать. И по поводу календаря. То есть есть календарь официальных гонок. Это именно статусных мероприятий. Он размещен на сайте Федерации велосипедного спорта России. И есть огромное количество всевозможных региональных гонок, в том числе и наших. То есть у нас проводится порядка 4 гонок в направлении прусс-кантри и порядка 15 в направлении шоссе. И в соседних регионах, Сытывкар, Ниженовгород, такая же ситуация. Календарь выложена у них на сайтах, в том числе и на нашем сайте календарь.fvs43.ru. И гонщики просто смотрят, какие гонки, где интереснее. То есть интерес в чем заключается? Интерес это уровень организации гонки, то есть насколько она хорошо организована. Второе это место, где она проводится. Соответственно, чтобы был интересный рельеф, если это гонка крусс-кантри, либо это хороший уровень организации безопасности, это гонки шоссе. И на третьем месте они уже смотрят по каким-то там призам еще почему-то. То есть тут, как правило, у людей нет цели приехать для того, чтобы получить какой-то там приз, а просто приехать именно, как вы сказали, поучаствовать просто в соревнованиях. Поэтому, если человек хочет, живя на территории Кировской области, поучаствовать в соревнованиях, пожалуйста, потом заходите на наш сайт, либо на сайт форума, это xkirov.ru. Там вывешен календарь, причем на xkirov календарь выложен сводный. Там все соревнования по велосипедному спорту, по триатлону, в том числе беговые соревнования. Потому что те ребята, которые участвуют в наших соревнованиях, они не только велосипедисты. То есть они участвуют и в дуатлоне, и в триатлоне, и просто в беговых соревнованиях. И поэтому мы составляем календарь соревнований нашего региона с учетом всего этого, чтобы не было пересечений, чтобы не было в один день. То есть и беговые соревнования, тут же мы проводим какой-то заезд. Поэтому у нас все разбито именно по, скажем так, по уикендам. По поводу как раз этих уикендов, в эти выходные у нас получаются прям такие велосипедные выходные. В общем, с пятницы сам начинется. Ну, у вас с пятницы, у нас все время получается, да. То есть, начиная с четверга, в четверг пройдет «Безопасное колесо», это проводит ГИБДД. Ну, это третий акция, то есть это своего рода конкурс. Они отбираются сначала по школам, потом по районам, потом по области и едут на чемпионат России. Ну, это же очень-очень много лет проводится. Ну, это проводится, сколько я себя помню, то все проводится. Это направлено именно для того, чтобы дети с самого детства начинали привыкать к тому, что велосипед это не только развлечение, но это еще и транспорт. И ответственность, пожалуйста. Да, и ответственность, чтобы они собрали право дорожного движения, не выезжали на прежнюю часть, не обдуманное. Ну, самое, скажем так, главное, это быть внимательным. То есть, внимательным. И основное из правил для велосипедиста – это переходить проезжую часть именно спешившись. Потому что все даты, которые происходят, это не говорю только про детей, это про взрослых. Тогда, когда человек в состоянии этой эйфории, он начинает ездить просто хаотично, совершать непонятное движение по дороге, выезжать резко на прежнюю часть. И здесь есть эйфор очень много, это же часто. Я вчера смотрел тоже, проехал 5 велосипедистов, из них один велосипедист был с фонариками, девушка ехала с передним, с задним, в шлеме, соблюдая право дорожное движение. И компания ребят, 4 человека, они просто пронеслись в 2-3 ряда, там выезжают чуть ли не навстречку. Ну, то есть, к сожалению, вот такие люди, они создают негативный отзыв о велосипедистах, потому что, ну, понятно. Вот, поэтому, когда детей с самого детства приучают к тому, что велосипедисты, транспорт, то, что можно соблюдать право дорожного движения, это очень замечательно. Компания обязательно посмотрит, как это в этом году проходит, и своими советами по навыкам вождения как раз ребятам помочь. Где это проводится, можно приехать посмотреть? Ну, я, скорее всего, думаю, что не получится, потому что там закрыто будет на территории школы, это угол у нас Некрасова и, я забыл, к сожалению, номер школы, это в районе автовокзала. Следующая у нас, получается, суббота, там даже будут 2 акции. То есть, ну, первое, это наше соревнование в Порошино, второе, это будет мини-велоэкскурсия даже, скорее всего, в Александрском парке. Как здорово? Да, это организует наш Департамент культуры, мы сегодня с ним созвонимся, уточним. То есть, просто из-за погодных условий это всё у нас перенеслось, и должно было бы уже ранее пройти. Что из себя будет представлять? То есть, в Александрском парке будет именно экскурсия по нашим культурным достопримечательностям, историческим, для велосипедистов. Ну, не только для них, но, в частности, и для них. Вот, поэтому люди могут и, соответственно, съездить, заняться спортом, и после этого ещё приобщиться немножко к истории и культуре. А кто проводит? Проводит Департамент. А саму экскурсию проводят? Пока еще не знаю, кто будет. Ну, я не знаю, кто специалист. Очень интересно. Да, да. То есть, специалист, может, и тоже будет на велосипеде в это время? Надеюсь. Ну, я сегодня с ними свяжусь, всё дополнительно уточню, и информация, потому что появится у нас в группе ВКонтакте в виде поста. Мы обязательно тоже сделаем репосты, записи в нашей группе ВКонтакте и Хакирова. Здорово очень, конечно, когда дороги перекрываются, для велосипедистов здорово. Но всё-таки нужно помнить о том, что, как Вы уже напомнили, важно соблюдать правила. То есть, ездить на велосипеде не просто сидеть и крутить педали. Ездить на велосипеде – это значит ещё и уважать других участников дорожного движения. То есть, понимаете, велосипед, он лично такой универсальный. Можно ехать и по тротуару, можно ехать и по дороге, можно спешиться, и пешком. Поэтому для велосипедистов нет никаких преград. То есть, можно перемещаться в любом направлении, независимо от односторонних движений. Относторонних движений, пожалуйста, заехал на тротуар, едешь как полупешеход. Хочешь поехать там, где много людей, выехал на прежнюю часть, ты уже транспортное средство. Ну вот, как раз вот это нужно понимать, чтобы человек перестраивался. То есть, если он едет по дороге, то он должен понимать, что он полноценное транспортное средство, которое едет по правилам дорожного движения. То есть, не надо освежать риск и движения, надо обязательно показывать свои манёвры. Если в тёмное время суток, нужно обязательно иметь фонарики. С отражателей или фонарики? То есть, фонарик, конечно, обязательно поправим задний светящийся отражатели, они дополнительно необходимы. Если, скажем так, человек выехал на тротуар, то не надо нестись, пугая прохожих. То есть, нужно объезжать их с запасом, заранее предупреждать либо звуковыми сигналами, либо голосом о том, что вы приближаетесь туда, чтобы не пугать. И если видеть скопление людей, то нужно помнить, что вы в данном случае не в приоритете, а в приоритете как раз пешехода. То есть, нужно спешиться, эту часть, где много людей, пройти пешком, чтобы никого не зацепить. И вот поэтому, не знаю, то есть, самое главное, это именно культура внутренняя. Потому что, когда я вижу таких ребят, которые несут своими голову, отгоняют бедных бабушек, которые пугаются, мне, конечно, за них стыдно, неприятно. Когда я вижу таких ребят, которые, нарушая правду дорожного движения, вплоть до того, что на красный свет сквозь поток машин пытаются проскочить, ну, без них просто страшно. Поэтому я надеюсь, что те, кто нас слушают, все-таки как-то додумаются о том, что, если они вдруг, не дай Бог, ведут себя таким образом, что нужно вести себя по-другому. Потому что, если мы хотим каких-то глобальных изменений в городе, то есть, воспитанных дорожек, дополнительного развития белой инфраструктуры, то мы должны, переводившись, задуматься о самих себе. То есть, не о том, что, а, ничего нет, буду ездить, так попало, там, и мне пофиг, нет. Нужно именно создавать, начиная с себя, позитивное отношение к велосипеду. Не только у тех, кто катается на велосипедах, но и просто у пешеходов и автомобилистов. Когда они будут понимать, что общая масса велосипедистов – это, все-таки, культурно адекватные люди, во-первых, у них будет стимул пересесть на велосипед, во-вторых, при каких-то перекрытиях дорог, при организации велосипедных дорожек, общественность будет, наверное, смотреть более позитивно, а не с каким-то таким, типа, с сарказмом, что, ага, вы тут что-то делаете, вот, вообще-таки, непонятные ребята. Несколько лет назад и несколько лет подряд проводились уроки велосипедного мастерства, будем так говорить, то есть убирались маршруты от дома до работы, от дома до школы, и все-таки стартовалось, если не ошибаюсь, в Сентябряной площади, и вот по разным маршрутам ребята ездили. Будет ли это возобновлено? Потому что это был уникальный опыт для многих моих, в том числе знакомых, когда им показывали, как то или иное препятствие можно безопасно преодолеть. Да, все верно. Это у нас проект называется «Велошкола». Он был именно для того, чтобы люди, которые уже купили велосипед, либо только-только хотят купить, и у них сомнения, как правильно и безопасно двигаться по городу. Потому что страхи есть. Страхи есть, у меня у всех есть, у меня даже есть. Поэтому мы обучали людей именно как безопасно, первое, это построить маршрут, для того, чтобы объезжать максимум все препятствия сложные, не создавать помех автомобилистам, объезжать большие потоки людей, где-то рацион, они там стоят на остановках, на площадях. И второй момент, это обучение, если мы не можем препятствия объехать, то мы должны научиться его проезжать правильно и безопасно. Ну, это в основном у нас ступеньки, бронюры. По поводу возобновления. То есть у нас «Велошкола» задавится ориентировочно с июня месяца. По числам пока точно сказать не могу. И она у нас будет проходить, скажем так, в двух уровнях, в двух форматах. То есть первый формат, как у нас он был раньше. То есть это открытое занятие. Да, открытое занятие, бесплатное для новичков. То есть человек может приехать бесплатно на велосипеде, но в шлеме обязательно. И мы с ним поработаем те маршруты, которые ему интересны. И научим, скажем так, технически правильно переезжать всевозможные сложные препятствия. Ну, эти уроки включаются в небольшие лекции по ПТД. Потому что на самом деле у нас не все знают эти тонкости. И проезды, собственно, по городу. И второй уровень, это уже для, скажем так, более продвинутых велосипедистов. Те, кто хочет попробовать себя в велосипедном спорте. То есть эти уроки будут у нас проходить уже на Филейке. В районе Северной Набережной, 15, корпус 2. Это у нас парк активного отдыха Северный. То есть на базе него мы организуем именно уже платную велосипедную секцию. То есть что у нас это будет представлять? Это будут уже более продвинутые уроки по технике владения велосипедом. Построение правильных графиков тренировок. Подборка компонентов к велосипеду. Там много-много всяких тонкостей. Но эти занятия будут платные. То есть ориентировочно на этом году это будет 1000 рублей с человек в месяц. Ну, совсем немного. Ну, это абсолютно личная плата. Потому что все-таки человек, кто будет вести Днис Варфолмеев, ему нужно тоже как-то поддерживать себя, скажем так. Конечно. Как часто будут проводиться занятия? Ну, бесплатные уроки мы точно так же будем проводить. Раз в неделю. Это один из выходных дней, либо, может быть, пятница. Мы будут дополнительно общать в группе в зависимости от погодных условий и вечернее время. Тренировки, которые будут проводиться уже в рамках велосипедной секции. Да, то есть там будет свой график по дням. То есть это будет минимум 3-4 раза в неделю. Плюс у человека будет персональный график его нагрузок и, скажем так, расписание. Потому что люди все у нас в разной физической подготовке, соответственно. И загонять их всех в одну группу тоже не совсем правильно. То есть кто-то уже там, что-то может больше, кто-то меньше. Поэтому каждый будет именно свои объемы тренировок, свои нагрузки. И, собственно, к своей плану. Потому что если человек приходит уже в такую секцию, он понимает, что он хочет. То есть просто поднять уровень катания. Либо он может, чтобы мы подготовили его к какому-то из стартов. То есть пусть приходит обязательно. Это будет очень интересно. Независимо от того, новичок вы совсем, либо уже продвинутый велосипедист. Упомянули вы о Северной набережной. И хочется, во-первых, поздравить вас с тем, что вам наконец выделили помещение. Поздравить пока еще на самом деле рано. Потому что мы еще не подписали договор. И опять у нас все затягивается. Нам выслали проект договора. Он хоть и стандартный, но там есть ряд пунктов, которые просто для нас неприемлемы. Такие, как что администрация может в случае чего помещение продать. Там без права какого-то приоритета у нас. То есть мы сейчас ведем переговоры, опять же, с Департаментом собственности о внесении изменений в пункты. Там всевозможные штрафные санкции, например, по какой-то причине. Естественно, что этого не будет, но хочется подстраховаться. Вдруг мы не успели вовремя заплатить какую-нибудь коммунальную плату. И у нас сразу штраф 50-100 тысяч рублей для общественной организации. Это как-то, ну, договарно. Да, критично. Да, ну и самое главное, что учитывая состояние помещения, в каком оно находится сейчас, сколько нужно денег вложить, нам бы хотелось немножко помягче условия, потому что там еще важные условия по срокам. С одной стороны, эти условия по срокам нас мотивируют быстрее шевелиться, быстрее активно работать, но многие факторы, как я, Илья Вячеславович говорил, зависят не от нас, а от работы в реактивном механизме, от каких-то форс-мажоров, от экономики в стране в целом. То есть, ну, мы не можем прогнозировать настолько точно. То есть, нам нужно как-то более-таки мягкие условия в плане диапазонов времени. А так, в плане поздравления, да, спасибо, потому что все-таки это огромный шаг, мы к этому шли 4 года. Помещение находится как раз в районе Северной набережной, это у нас парк Микрофилейка. Он нужен идеально. Он просто идеально. То есть, мы уже давно хотели там что-то сделать, но просто у нас не было вариантов, где. То есть, мы проработали там много помещений. Это помещение, исходя из того, что оно находится в таком бесходном, в плохом состоянии и не востребовано на протяжении многих лет, мы инициировали передачу этого помещения от Джерного Минута или городу, и от города уже передача должна была быть к нам. Почему идеальное расположение? Потому что человек, выйдя из, скажем так, будущего центра развития велосипедного спорта, Терестовый Восток попадает сразу в парк. И приходят тренировки, причем не только на горном велосипеде, но и на шоссейном. То есть, там есть лажерольная трасса, мы уже вели переговоры по этому поводу, что часть времени у них свободна, и мы будем вот в эти окна задействовать их для своих тренировок. Потому что дети на передаче 13 лет, они не имеют права езжать на дороге общественного пользования для тренировок. А шоссейный велосипед, как мы понимаем, это все-таки, в первую очередь, асфальт. Вывозить каждый раз детей куда-то там, район Мирного, это тоже сложно, дорого и неправильно. Когда у нас есть, скажем так, в шаговой доступности, такая замечательная площадка. И как раз на этой лажерой трассе можно было детей по шоссе тренировать. А это, по сути, уникальный объект. Можно, конечно, с Перекопщи ездить, но это тоже далеко. Уникальный объект для города Кирова. Ну, про Крускантер я уже сказал. И еще у нас заработал уже в 5-жевательном году секция по Даунхиллу. То есть, у нас просто будет горы сверху вниз, как раз на северном... Как раз, чем вы профессионально занимаетесь, по крайней мере. Профессионально-любительские. Там у нас составляли подъемники. И с Федерального сноуборда мы, скажем так, дружим. И она обещала нам на этот сезон предоставить подъемник для организации тренировок. потому что это очень мощный фактор в нашем прогрессе. Потому что, когда раньше подъемник работал постоянно, мы очень хорошо раскатывали здесь, раскатывали объемы и приезжали на чемпионаты России уже в форме. То есть, вот, благодаря тренеркам здесь можно было выйти на уровень там призера чемпионата России. Ну, для того, что... С тем условием, что у нас нет гор, это было очень здорово. У нас есть порядка, где-то 20 уже ребят, кто, скажем так, хочет развиваться в этом направлении. Для них мы будем организовать эту секцию. Там секция будет, условно, бесплатная. Там надо будет только скидываться на подъемник. То есть, само участие в секции бесплатно. Но нужно, чтобы был велосипед исправный и обязательно, чтобы был шлем Full Face. Это шлем, который полностью закрывается нациклетные. И до 18 лет это наличие специального шейника. То есть, шейник это еще такая прокладка между шлемом и... Фиксирует шею, да? Да. Она не позволяет при падении и, скажем так, ударе головой травмировать шейные позвонки. Что является одной из частых травм в нашем виде скорота. Когда планируется? Ну, допустим, для врача. Ну, опять же, с июня месяца там уже будет понятно, что у нас как. Мы подкопаем наши трассы, немножко там почистим, приберемся. Кстати, вот, да, по поводу приберемся. Мне бы хотелось обратиться к тем, кто у нас в майские праздники и в последующие дни планирует свой отдых на филейке. Я очень часто вижу такую картину, что человек приходит в одну сторону, уходит с пакетом, наполненным... А потом вдруг куда-то все девается? Да, едой, может быть, алкоголем, просто напитками. Обратно приходится с пустыми руками. И потом приходится ходить с мешками и собирать просто тонну мусора. И по поводу того, чтобы изменить наш город, то есть я считаю, что людям нужно начать с самих себя. То есть если вы видите, куда-то отдыхать, тем более это парк, это общественное место, пускай филейка пока еще не очень комфортная в этом плане, что нет такой инфраструктуры, как в парк, но она в дальнейшем в любом случае будет. Потому что я, ну, позже расскажу, что мы там планируем. Вот, чтобы человек приходил, ну, как минимум, хотя бы забирал то, что он принес с собой и унес до ближайшей урны. Это не тяжело, не сложно. Нам же не тяжело было нести в эту сторону, обратно тем более мы половину сгрузили в себя, уже, то есть пакетики легкие. А если нам небезразличны развитие нашего города и состояние природы, то я бы на вашем месте вязал с собой очень-очень репетитный мусор и собрал то, что находится вокруг вас. Если он может так себя вести, то жизнь станет гораздо приятнее и чище. Даже выходить некуда будет, если не будет до собой пробирать. Ну, на самом деле, да, там есть места, где популярные такие, да, точки на филипе. То есть там приходишь, там просто уже слой битого стекла и мусор. Вот, ну, давайте не о грустном, а позитивном. Я сразу хотела спросить, субботники планируются какие-то организовывать? Да, там уже были субботники, все будем проводить. Вы сообщайте, потому что я знаю, что среди наших слушателей много активных граждан, которые готовы подключиться. Опять же, информацию будет добыть у нас на сайте и у нас в группе по поводу спортников. Для спортников уже не нужна ни справка, ни шлем. То есть можно просто взять перчатки, мешочек и прийти на помоле. Вот, давайте теперь опозитим. То есть что мы планируем на филипе, помимо, скажем так, организации, там, центра развития. А что будет в центре располагаться? Ну, центр, он хоть игра, что большой, там, 390 квадратных метров, но на самом деле мы эту площадь раскидали по помещению необходимых, там получилось вообще впритык. То есть там будут четыре раздевалки, это две взрослых, две детских, маленькие девочки, мужчины, женщины. Вот, тренерская и директорская, кабинет медицинского телефункционального тестирования, потому что вы специально периодически проверять на газоанализаторах для того, чтобы понимать уровень подготовки. Вот, потом это будет хранящие велосипедов, велосипедная мойка, естественно, душевые и зал для проведения тренировочных, там, разминок, заминок, для установки, там, тяжелого атлетического оборудования и велосипедных станков. То есть там все получается впритык, но тем не менее, это опять же будет просто огромный скачок, просто нереальный огромный скачок для развития велосипедного спорта в Кировской области. Ну, это сам центр, но, видите, центр, это как место, где человек пришел, переоделся, взял велосипед, сделал разминку и пошел на основные свои тренировки. Потом пришел, помыл велосипед, поставил специальное место, переоделся и дальше уже, в зависимости от того, как он передвигается по городу, либо на велосипеде, либо на автобусе, пошел домой. А все основное, он, случайно, проходит на самой улице в парке. И в этом парке у нас разработан как раз проект, мы подались на грант, где, что 1 июня, опять же, если мы выиграем, то это, опять же, прорыв. Если нет, то мы будем потихонечку дальше своими силами также к этому идти. То есть филейки своего рода место, идеально подходящее для любого велосипедиста. То есть, если вы, например, только-только сели на велосипед начинающий, либо там вы уже в прикованном возрасте, вы боитесь там каких-то препятствий, еще что-то. То есть, будет специальный круг для кросс-кандри, предназначенный для любого уровня. Соответственно, этот человек может безопасно сидеть на велосипед и просто покататься по филейке. Да, я предлагаю, к сожалению, время уже заканчивается, прошу прощения, нам с вами по филейке, по центру организовать еще отдельный эфир. Давайте, давайте. Примерно, наверное, когда вы уже будете готовиться к открытию, это когда будет? Смотрите, по открытию, то есть, открытие будет, ну, конечно, в следующем году, потому что там огромный объем работы. Мы вот сейчас после заключения договора будем искать спонсоров и, может быть, инвесторов на его, скажем так, обустройство, ремонт. По этому поводу, потому что надо собраться, наверное, еще не перед открытием, но несколько раз долл в процессе, для того, чтобы как-то озвучивать, на каком этапе он все находится и для того, чтобы те, кому небеззарычный велосипед и наша идея могли нас как-то поддержать, в том числе и финансово. Давайте контакты еще укажем, сайты группы ВКонтакте. Сайт фвс43.ру, группа ВКонтакте, это Федерация воспитанного спорта Кировской области, сайт Икс Киров, ну и лично я, Григорий Толгих, я ВКонтакте, есть, можно лично мне писать по каким-то вопросам, там же есть мой телефон, можно звонить. Да, еще напомним, что вело-выходные ожидают Киров, в этот раз, в субботу, в Порошин состоится любительское соревнование, любительская гонка для всех абсолютно желающих, у кого есть велосипед, важно иметь при себе шлем и иметь допуск. В этот же день состоится в Александровском саду уже, да, экскурсия на велосипеде, чуть позже в группе ВКонтакте, да, вы выложите информацию, будем за этим следить. И в воскресенье с Театральной площади старт и финиш, там же велосипедная профессиональная гонка, 42 километра. Да, мы ждем всех участников и болельщиков. Да, по возрастным ограничениям, я думаю, что по участию это все на сайте можно будет посмотреть. Да, есть положение. Смотреть, наверное, можно с любого возраста, да, подключаться, заряжаться и болеть за наших спортсменов. Итак, это была программа сферы в спорт, говорили мы о велосипедном, движении в городе Кирове, о той ситуации, которая складывается нынче. Анонсировали обязательно 18 мая эта акция, всероссийская акция, наработанная велосипедем. Говорили мы с президентом Федерации велосипедного спорта Кировской области Григорием Долгих. Григорием, спасибо большое. Вам успехов. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова